ну что ж дорогие друзья с вами снова анри это вор гарет и нам нужно убежать из руин так я надеюсь нам никто не будет мешать особенно какие-то это нечисть скажем так потому как я здесь наблюдал каких-то странных существ где надо мне избежать вниз сюда сюда можно спрыгнуть не разбившись мы забираем здесь давай давай спускайся да ёб твою мать ну что ты такой олег о не убился в нормально все так мы просто раз обчистили тут все 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 угоманивайся что я по моему ее еще такое не пугай так очень страшно то есть надо было как нужно полностью обратно выйти опа а тут даже ребята появились теперь кто открыл дверь чуваки короче спорят кто с факелом идет кто без факела не хотят в общем разделяться потом мы правильно потому что я по приходу я не знаю что по одному они слабы очень так мы будем в режиме действовать в режиме скрытности то бишь так никого постараемся не трогать без надпись но и так в принципе и делаю всегда так так чик только пыль до книги надеюсь здесь никого не будет кто-то идет ну как так то есть они теперь уже здесь ходят вы поняли этот момент через стены ты не видишь да мы вон сюда идет все пошел вон отсюда черт весь еще замок взломать черт ладно этим пробуем рискнем пока он ушел давайте пробежим здесь очень непонятно где сколько здесь человек ходит и зачем они вообще здесь ходе куда пошли вниз все они не спрашивали нет тихо все уходи отсюда все не пойди пошли все идите идите вон отсюда все выше и выше надо что-то друг другу там рассказывают куда-то додик смотрят я не пойму мне нужно наверх тихо тихонечко мак ударил мне в голову маковый маковый проказник сейчас я тебя оглушил почему бы его не оглушить правильно ребята я думаю что ничего такого не страшного я не сделал верх каким-то херам надо я так понимаю что вверх ты не запрыгнешь просто так да значит будем действовать вот так вот что у нас тут хер просышь теперь что где кто как находится тут бежал до этого классно было потому что никаких угроз не было не было боже мой но еще отваливается походу кто там свистит кто там внизу был о мы вроде выбрались накажи меня мамуля я очень очень плохо себя вел опять бордель черт не трогай меня нога болит генерал в чем дело мамуля тебя сильно ударила не смей так говорить о моей матери ты мелкая сучка а ну иди сюда что здесь происходит генерал ну все бери свой черный налог и вон из моего дома тронешь ее еще раз и я тебе яйца отрежу повторять не буду это мужик а 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 и и я и и а и и С девушками надо так, не жду. Все, отец, отдыхай. Ты еще пожалеешь. Старый проказник. Готово, грязные тайны. Оппортунист. Решая проблему, вы предпочитаете использовать предметы обстановки. Хм, интересно. Ладно. Тут я практически ничего... Что я нажал, ёб твою мать? По-моему, я не то, что нажал. Как бы мне сейчас переигрывать не пришлось. Или все нормально? Че там такое творится? Что я не верю? Бааса. Бааса. Идите в хромово Бурика. Бурика. Ладно, идем. К Стоун Маркет, да? Бааса, проклятый этот. Кстати, Бааса, это, по-моему, из прошлых частей каких-то. Вора, если я не ошибаюсь. Я уже не помню, давно очень играл. Но что-то мне подсказывает, что где-то это родом оттуда. Ну? Это лишь начало. Опять я начну с этого. Куда теперь сихот до метра? Чернолобые. Пробежимся по-быстрому. И вот мы в хромом Бурике там. Таверна. Чем внимательнее вы следите к городу, тем богаче становитесь. Ищите повсюду, что можно украсть. Не особо видите, такой вор. Не вор. Паскуда. О, боже мой. Где Бас? Его утащил ловец воров вместе с кое-кем из моих озаренных. Он забрал ее. Как я не подумал, что барон это сделает. Ты говоришь, что моего друга избили и арестовали из-за той книги. Что в ней такого? Она полна давно забытых секретов. Но я считаю, что в ней сокрыт ключ к спасению города. Спасению всех нас от этого мрака. Но я знаю, что барон не использует ее во благо. И теперь она у него. Паса знал, что эта книга очень важна. К счастью для тебя, она еще здесь. Баса не думает. Книга. То еще чтиво похоже. Куда они утащили Баса? В крепость. Но ее охраняют. Просто в дверь не войти. Это хорошо. Не люблю двери. Это невозможно. Возможно все. Однако, есть один вариант. Продолжай. Джейкоб. Он свой, предан делу. Хотел убить барона ударом в сердце и поэтому долго изучал крепость. Он знает, как туда попасть. Как мне найти этого Джейкоба? Увы, барон посадил его в Грейстоун в назидание всем, кто решит восстать против него. Его пытают. Но он жив. Судя по всему, будем сейчас спасать этого Джейкоба. Я найду моего скупщика, а потом вытащу твоих озаренных. Мы с тобой во многом схожи, Гаррад. Ты несешь перемены. Когда-нибудь люди скажут тебе спасибо. Ты плохо знаешь людей, Гаррад. Посмотрим, знает ли что-нибудь этот Джейкоб. Его можно найти на Грейстоунской площади. Измена. Золотой век омрачен. Прошлой ночью, в канун фестиваля Дня Солнца, было совершено трусливое покушение нашего барона Норкреста. Пороховой заговор, имевший место в поместье. Норкрест увенчался мощным взрывом, эхо которого разнеслось по всему городу. С огромным облегчением, которое разделяют все наши сограждане, мы заявляем, что барон пережил позорное покушение. Доблестные стражники уже выдвинулись, чтобы отдать всех виновных в руки правосудие. Стража уверяет, что для паники нет никаких оснований. Тем не менее, напоминает нам долг для каждого верного гражданина сообщать об услышанных в предательствах, в предательских разговорах. Помните, бунтарские слова ведут к изменениям. Везут, ведут. Идите в Грейстоун. Хорош, чтобы гореть. Потушим свечи. Хочешь пополнить запасы? Хочу. Кто там, посмотрите, кто-то там базарит. По-тихому. Скупщик краденого. Так. Здесь ничего не открывается. Ну ладно. Кто там? Хочу пополнить запасы. Где ты? Где же ты? Кого? Кого бы сейчас? Кто-то говорит. Там где-то. А, вот этот Олег. У меня есть товар для темных дел. Да ладно. Канатная стрела продать. Инструменты. Бритва. Так. Сила стрельбы. Емкость колчана. Кожаный комбинезон. Слегка полотонижает. Так. Вот. Шум интересно будет за 1400 приобрести. Урона дубинки. Тоже хорошая штука. Давайте мы сможем картины вырезать. Так. Это что? Утепленная рубашка. Эту легкую рубашку хорошо надевать под одежду, чтобы утеплиться холодными одинаковыми ночами на крышах или продуваемых с казняками в чердаках. Продавец даже расхваливал оздоровительные качества своего товара. Увеличивает максимальный запас здоровья. Ух ты. Да прикольно. Монетка. Величенный максимальный запас. Это мы читали. Предписание врача. Цену мака на 25. Вот поручительство. Это интересная штука. А что за сумка? Троя. Максимальный запас еды. Так. Это все было. Изнутри этот колчан. Так. Зазубренные охотничьи стрелы поражают цель бесшумно. Вот это классная штука. Мне кажется, она не имеет. А, да. Поражают цель бесшумно. Есть. Так. Снижает чувство. Счастливая монетка. Здоровье может, конечно. А это что такое? Урон воспламеняет. Так. Здесь мы теперь кожаный. Увеличить безопасную для падения. Это не особо мне надо. Черт побери. Рубашка. Так. Концентрацию. Цену мака. Увести силуэт эффекта, что у нее здоровье при приеме пищи. Давайте будем хавать разок. Предписание врача. Ценам дамаг мы вообще не покупаем. Ну все, судя по всему. Я понял. ЖБР. Так. Стоун Маркет. Ну да. Это получается у нас уже четвертая глава начинается, да? Началась, начинается. Непонятно. Тон-тон-тон-тон-тон-тон. Так. Что нам надо? Цели. Грейстоун. Ну, в принципе, все понятно. Какие-то солдаты злые, как собаки. По поверху нельзя там пройти, интересно. Опа. Как-нибудь по верху нельзя. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Как-то здесь, мне кажется, быстрее будет все. Опа. Ого, тут кенты серьезные. Блин. Я стал мудак прям тут. Как-нибудь сюда спуститься, что мне кажется, что я не смогу. Что-то лежит. Опа. Когда я так и даже не знал, что так можно сделать. Так, что у нас здесь? Бля, здесь тупик. Вообще. Интересно, как-то получается. То есть... По сути, мы тут никак не обойдем, да? Тихо. Табличку, что, конечно, бы свинтил тут. По-тихому. Пока никто не видит. Чик. Часовая башня Стоунмаркета. Вечные часы вечного города. Восстановленный гильдиями механиков и колесников. Каких-то колесников. Кто такие колесники? Я не совсем соображаю. Опа. Ладно. Жить. Давайте плавай тогда. Все. Все-все-все-все-все. Вроде все нормально. Дай только здесь стырем. Кошелечек, конечно. Так, тут тоже что-то я стырить. Так, там можно наверно залезть. Я гляжу. Опа. А здесь нас никто не видит. Это вроде нет. Оп. Давайте быстренько залезем наверх. Мы здесь были, да? Почему-то у меня такое чувство. В гнезде. О, боже мой. Это что такое? Что за звуки такие страшные? Пока доберешься до нужного места, можно уже несколько раз умереть и украсть кучу всего. А сюда можно, я так понимаю, да. Пройти, да? Все, давай. Так, залезли. Ой-ой-ой-ой. С нас хватит. Проваливайте. Так, куда мы вылезем? Мне кажется, совсем не туда, куда нам надо. Опа. Эти обелиски стоят на всему городу. Значит, заманить и развести. Какие-то обелиски. Заберем браслетик еще, давайте. Отлично, не зря сюда зашел. Чуть-чуть поворовали. Чернолобые. Крыс полно. Крыс полно, да. Так, здесь вроде никого, да? Я надеюсь. Беги дальше, значит. Глава 4. Друг в беде. Да. Я украл старую книгу из дома цветов для человека по имени Орион. Еще его называют Глаз народа. Он считает, что может спасти город. Я не уверен, что этот город стоит спасать. Но люди тянутся к Ориону, даже Басу. Теперь к Джейкобу. Так, здесь вот новые локации. Найдите Джейкоба. Грейстоун. Здесь мы еще не были, да? Прежде с вами, дорогие друзья. Поэтому все очень интересно и ново для нас. Для меня, для нас... В Грейстоуне много каникеров. Джейкоб уже ничего не расскажет. Но я недалеко от свинька-ртистника, архитектор обороны. Если кто-то знает, как попасть в крепость, то это тот, кто ее построил. Угу. Так, ну что ж, наш принц Персии. Аккуратненько обойти. Можно посмотреть? Нет. Только что здесь. Давайте поглядим так чуть-чуть. Так, там я вижу... Давайте туда перепрыгнем. Там есть... Какой-то документ. Черт, это не документ, это просто понты для приезжих. Кто-то везде разговаривает с разных сторон. Ух ты, ёб твою мать, нехай. Ууу. Ууу. Здесь спрыгиваем. Что там внизу, давайте поглядим. Род никого, ничто, никого. Так, что-то здесь маг. Нет места. Не то нажал. Давайте схаваем до концентрации, и теперь место для мака есть. У наркомана всегда есть место для мака, правильно? Так, попали мы куда надо, вроде бы. Пробираемся через ящики, как обычно. Сейчас попадем в здание. Непосредственно. Нет, кажется, мы попали. Городской дом Иствика, как всегда, монументально. И кажется, этой ночью я не единственный посетитель. Проникните в дом. Ладно, парни, помните, Иствик построил все это сам. Тайные ходы, скрытые механизмы, тут все можно ждать. Всего. Он запрест в своем кабинете. Как бы он не дал дера ночью, его нельзя опустить. Еще слышно, так, как ребята разговаривают, но не особо. Так. Ну что ж, дорогие друзья, давайте на этом закончим. И в следующей серии будет совсем уж интересно, как мы не пробираться в это здание, в этот особняк. Всем спасибо за внимание, с вами был Андрей, всем пока.